21 декабря 2018 года в 22-23 по Гринвичу наступит зима. Солнце войдёт в знак зодиака Козерог. Это первый месяц зимы. Это первый месяц голого года. Это месяц праздник Нового года. Это месяц рождения нового Бога. Месяц рождения нового Солнца. Славяне называли его Каледа и открывали новый его дар, новый календарь. 21 декабря. Солнышко в нулевом градусе Козерога. Козероги начинают праздновать свои дни рождения. Это месяц, когда весь мир будет праздновать дни рождения множества божеств. Католическое Рождество 25 декабря. Православное 7 января. В знаке зодиака Козерог, его управитель Сатурн, а также Плутон — это очень сильные и мощные планеты. Усиливаются Солнышком они многократно и многократно становятся добрее к нам. Планеты всегда добрые к тем, кто добр к себе. Козерог есть в гороскопе рождения каждого человека. Это символический десятый дом. Дом самых высоких карьерных, профессиональных, социальных и личных достижений. Дом прекрасного брака. Дом прекрасной карьеры. Дом совершенства достижения себя. Таким, каким вы видите себя в будущем. Козерог — это дом социального лифта, когда вы можете быстро, неожиданно, может быть даже, из золушки превратиться в принцессу. Но только в том случае, если в вашем сознании есть картина этой вашей прекрасной жизни, будьте готовы к тому, что ваша жизнь изменится в лучшую сторону, потому что вы умели трудиться, потому что вы умели ждать, потому что вы умели верить и потому что вы работали над собой, потому что вы стремились от низшего к высшему. Десятый дом — это вершина неба и корона гороскопа. Здесь золушки становятся принцессами, а принцы находят своих золушек. В день зимнего солнцестояния вы можете загадать любую свою мечту, потому что всякая ваша мечта — это стремление к успеху в жизни, потому что мы всегда стремимся, чтобы у нас всё, везде, во всех сферах жизни было замечательно. Поэтому моя для вас рекомендация — загадать не одно желание, а сразу 12 по домам гороскопа, по знакам зодиака, по месяцам в году. В первый день, в сам день солнцестояния, загадайте желание о своей личности, о своей внешности, о здоровье. Во второй день загадайте желание о повышении самооценки и зарплаты. В третий — о том, чтобы получать, находить новые знания и нужных вам друзей. В четвёртый — о доме, о земле родной, у родине любимой. В пятый — о любви вашей личной, сердечной, о том, чтобы вы любили тех, кто любит вас. В шестой — о здоровье в физическом и о работе, служении. В седьмой — о браке или о любом другом удачном и нужном вам союзе. В восьмой — загадывайте решение всех трудностей и всех проблем в вашей жизни, благоприятный исход и перерождение вас через трудности, если они нужны вам и важны. Также в этот день загадывайте получение денег от других людей и разрешение сексуальных трудностей и проблем. Девятый день — об учёбе и путешествиях, о расширении мировоззрения. А десятый — это тот самый день козерога, когда вы можете загадать самую свою большую вершину. Ориентируйтесь в первую очередь на карьерные достижения, но если вам нужен, к примеру, статусный брак, вы также его можете загадать в этот день. День одиннадцатый — это о мечте, это о далёком-далёком будущем. Загадывайте здесь то, что вам кажется, может быть, не сбудется, или для этого нужно какое-то чудо. Загадывайте чудо именно здесь. А двенадцатый день — это о духовном развитии, это о творчестве, самосовершенстве, о духовном здоровье. Пусть ваша жизнь — чудесная, добрая сказка. Пусть каждый ваш шаг благословляет небеса. Пусть вы идёте светлым путём в своей жизни к вершине своего гороскопа, к своей самореализации, к осуществлению каждой, всякой и любой вашей мечты, которая во благо вам, вашим близким, вашим партнёрам, вашим любимым, вашему обществу, нашей Земле и всей Вселенной. Всего доброго, дорогие друзья! Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с окружающими. Не забудьте, пожалуйста, пересчитать время солнцестояния для вашего часового пояса. Повторюсь, по Гринвичу это будет 22.23.21.12.2018. Будьте счастливы! Всего доброго!